В первой главе Деяния апостолов мы читали об Иуде, о том, кого все считали учеником, но он оказался предателем, о том, кто, по большому счету, и не знал Христа, кто предал Христа. Во второй главе перед нами Великая проповедь в День Пятидесятницы, когда покаялись три тысячи человек. Три тысячи человек приняли крещение. Но стоит задаться вопросом, а может и среди тех трех тысяч есть свой Иуда? Если среди двенадцати нашелся предатель, то сколько таких предателей может быть среди трех тысяч? Тех, кто не настоящие ученики. Но тогда такой вопрос. Каковы признаки подлинного покаяния? Какие признаки в Священном Писании мы видим у подлинных учеников? Один признак заключается в том, что подлинный ученик признает Евангелие. То есть считает Евангелие истинным и считает, что Евангелие относится непосредственно к его жизни. Если мне, например, скажут, что Эммануил Кант родился в 1724 году, я скажу, ну да, родился. А мне-то что до того? Если мне скажут... Если кому-то скажут, Иисус Назарея умер, Иисус Назарея-то умер в Иерусалиме, нам недостаточно сказать, да, это так. Надо понять и принять, что это непосредственно относится ко мне, моей жизни, моей смерти, моей вечности. Если есть подлинное покаяние, то человек верит в то, что мы узнаем в Евангелии об Иисусе Христе и признает, что эти факты имеют к нам непосредственное отношение, имеют к нему лично непосредственное отношение. Именно поэтому вопрос в 37 стихе, что нам делать? Вот это признак покаяния, признак покаяния. Кроме того, покаяние затрагивает и наши эмоции. Понятно, что мы редко говорим об эмоциях, потому что слишком много людей, которые имеют эмоциональное переживание, но у них нет настоящего покаяния. Исаф имел эмоциональное переживание. Даже Иуда Искариот волновался и переживал. Так переживал, что покончил с собой. Вот только покаяния у него не было. И все же эмоции — это часть нашего покаяния. Мы читаем, что они умилились сердцем. В других переводах весть это пронзило им сердце. Но важно также понимать, чем покаяние не является. Не знаю, как по-русски, есть такое разделение, развлечение или нет. Мы часто говорим о том, что похоже, но при этом существенно отличается. Покаяние — это не просто сожаление о соделанном. С одной стороны, есть подлинное покаяние, с другой стороны, сожаление о соделанном. Да, когда мы каемся, мы сожалеем о соделанном. Но покаяние гораздо глубже простого сожаления. В Послании к евреям мы читаем о том, что Исаф пытался упросить Исаака изменить свое решение. Исаф плакал перед Исааком. Исаф сокрушался о своем глупом выборе, когда тот отдал свое первородство брату. Но не было у Исафа покаяния. Никаких свидетельств покаяния у него не было. Саул, царь Саул, он сожалел о том, как относится к Давиду, но не покаялся. Он остался врагом Давида до конца. Так что упокаяние – это не просто так расплакаться, почувствовать себя плохо, пожалеть о своих грехах. Нет, покаяние – это гораздо больше. Покаяние – это перемена самого восприятия, перемена того, как вы смотрите на мир, как вы смотрите на окружающее. Раньше, до того, как я упокаялся, я совершенно иначе смотрел на мир, я совершенно иначе смотрел на жизнь. Вот это и есть изменение разума. Покаяние – это изменение самого взгляда, перемена самого взгляда на жизнь. Кроме того, я перешел в другую команду, в команду Христа. До того, как стать христианином, до того, как покаяться, я был в команде этого мира. Мы с вами в этом уже говорили. Покаяние – это изменение пути, перемена направления. Раньше я шел в одном направлении, теперь иду в другом. Покайтесь, и докрестится каждый из вас. Две величайшие ошибки, которых нужно избегать. Они противоположные, это противоположные ошибки, но и та, и другая ошибки. Первая ошибка. Когда мы говорим, что крещение нас спасает. Нельзя спастись без крещения. Это ошибка. Но есть и другая ошибка. Не надо вам креститься, потому что крещение не спасает. Это тоже ошибка. Некоторые считают, что если крещение меня не спасает, то крещение не обязательно. Нет. Крещение обязательно. Оно не спасает, но оно важно. Оно чрезвычайно важно. Все заповеди обязательны. Расскажу вам одну историю. Когда дети Израиля путешествовали, шли по Синайской пустыне, Бог даровал им закон. Есть законы о чистоте. Есть законы о том, что делать, если проявляется какой-то симптом болезни. Например, возникли волдыри. Какого они цвета? Что с ними делать? И что в этом случае делать? Есть законы о том, что делать с одеждой больного человека. Иногда нужно было стирать эти одежды, иногда сжигать эти одежды. Но смотрите, чего Бог не сказал детям Израиля. Бог не сказал детям Израиля о связи между болезнью и грязью, между болезнями и гигиеной, между инфекцией и микроорганизмами, бактериями, которые возбуждают эту болезнь. Бог не объяснил им, что если вымыть и прочистить раны, таким образом вы удаляете бактерии. Этого Он не объяснял. Если вы сегодня приедете в Будапешт, вы увидите во многих местах имя одного человека. В названиях улиц, в названиях школ, и в названиях больниц, главным образом. Игнац Симовайс. Это немец. Жил он в 19 веке, когда Венгрия была частью немецкой империи. Но по национальности он был все-таки венгром. Он был великим врачом. И многие больницы Венгрии названы его именем. Симовайс умер в приюте для сумасшедших, потому что он сошел с ума. Он сошел с ума и умер. Знаете почему? Он работал в детской больнице в Вене. И вот что он заметил. Он заметил, что когда врачи не моют руки между процедурами, в десять раз возрастает смертность. Иными словами, он знал, что дети умирают, потому что врачи не моют рук. Он пытался убедить врачей в этом, а его не слушали. Он знал, что он прав, а его не слушали. Он знал, что дети умирают, а коллеги его не слушают. И он сошел с ума. Это буквально свело его с ума. Он и сам умер. Почему я вам все это рассказываю? Вот за три с половиной тысячи лет до этого Бог говорил детям в Израиле, если вы заболеете, вам необходимо все очистить, все помыть, постирать. Про микробы, про микроорганизмы, про бактерии он им не объяснил. Он просто сказал, вот так поступайте. Но даже в конце девятнадцатого века врачи в таком городе, как Вена, не понимали связь между нечистотой и смертью. Они не понимали, насколько важно все стирать, очищать. В физическом мире Бог часто говорит нам о том, что делать, не объясняя, почему это нужно делать. Мы не понимаем, почему. Это относится и к крещению. Зачем мне креститься? В чем смысл крещения? Бог говорит, чтобы мы делали две физические вещи, два физических дела. Одно из них — это образ нашего рождения в новую жизнь. Мы умираем для старой жизни, омываются наши грехи, мы воскресаем для новой жизни. Крещение символизирует именно это. Я стал христианином в 1971 году. Старый, допокаянный Ронни Стивенс умер. Что делать с умершим? Его нужно похоронить. Но в данном случае я не только о похоронах. Я когда крещу кого-то, я не делаю так. Вот погрузил его в воду, и он у меня под водой, и я говорю, давайте теперь споем гимн. Или, знаете, давайте что-нибудь интересное, кое-что расскажу. Или процитирую вам Клайва Льюиса. Нет, я опустил человека в воду, и потом его достаю из воды. Мы умерли для старой жизни, для греха. Мы воскресли для новой жизни. Мы не понимаем до конца, почему Бог хочет, чтобы мы принимали крещение. Точно так же, как и израильтяне не понимали, почему нужно омываться во время каких-то болезней. Этого не понимали до конца даже врачи в Вене в 19 веке. И вот что интересно. Иногда дьявол, куда лучше нас, понимает, насколько все это важно. Намного лучше нас, христиан. Если вы живете в мусульманской стране, живущей по законам шариат, и кто-то из мусульман становится христианином, то его родственники обязаны его убить. Вы знаете об этом? Но эта обязанность вступает в силу только после того, как этот человек принял крещение. Вот после того, как он принял крещение, тогда они его убивают. Если молодой ортодоксальный еврей скажет «я христианин», то на него сердятся, но не лишают его наследства, не относятся к нему как к мертвецу, пока он не примет крещение. Есть сила в крещении. Нет, это не волшебство, это не магия. Однако есть что-то духовно важное, особенно важное в духовном смысле. Петр говорит «покайтесь» и докрестится каждый из вас. Покайтесь — это внутреннее событие, докрестится — это внешнее событие, и примите дар Святого Духа. Если мы отказываемся принять крещение, мы искажаем, извращаем проповедь апостолов, мы буквально ампутируем, как руку, ампутируем, отрезаем путь к евангельскому послушанию, мы говорим «я не буду слушаться», «я не буду послушан». Мы пренебрегаем Божьей благодатью. Да, мы спасены благодатью. Мы спасены не потому, что мы принимаем крещение, но мы отвергаем Божью благодать, мы искажаем Божью благодать, говоря о том, что «я спасен благодать и, следовательно, не буду теперь исполнять заповеди». Нет. Все заповеди требуют неуклонного исполнения. Мы получаем прощение грехов, мы читаем об этом в 38 стихе, мы получаем обетование Святого Духа, «Ибо вам дано обетование детям вашим», говорит Петр. А теперь смотрите 41 стих. Замечательный стих 41. «Итак охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». 42 стих. Это великий стих, великое описание жизни Церкви. Что такое Церковь? К чему она призвана? 38 стих. Великий стих о спасении. Что делать, чтобы спастись? А 42 стих. Это великий фрагмент, великий стих о том, что делать после того, как мы уже спаслись. Существует ветвь систематического богословия, который называется «Экклезиология». Экклезиология – это учение о Церкви. Все книги, все работы, все исследования «Экклезиологии» обязательно обращаются к Деяниям Апостолов 2.42. Все исследования Церкви акцентируют внимание на Деяниях Апостолов 2.42. Чем занималась Ранняя Церковь? Чем занималась Церковь I века? В Северной Америке течет известная река. Я жил в свое время в городе Мемфис, штат Теннесси. И вот Мемфис стоит как раз на берегу этой реки. Имя у этой реки очень забавное. Мы его позаимствовали у индейцев. Называется это река Миссисипи. Так вот, по крайней мере, в Америке эта река начинается в Миннесоте и заканчивается в Новом Орлеане, где впадает в Мексиканский залив. Если вы хотите напиться из реки Миссисипи, берите воду от источника в Миннесоте, но никак не изустьте в Новом Орлеане. Почему? Потому что река протекает через всю страну, и у источника она всегда гораздо чище, чем в Устье. Река гораздо чище там, где она начинается, чем там, где заканчивается. Потому что по пути она в себя многое вбирает. Сегодня Церковь Христова в неприглядном виде. Хотите понять, какой должна быть Церковь, обращайтесь к источнику, к самому началу, а не к тому, какой стала Церковь сегодня. Поэтому так важно, так здорово, что Лука показывает нам картинки, рисует нам картинки Ранней Церкви. В Деяниях 2.42 мы узнаем четыре вещи, которыми занималась, которыми была посвящена Ранняя Церковь. Четыре вещи, которым были преданы Ранние Христиане. Они пребывали в учении апостолов, в учении, которое пришло от Христа апостолам через апостолов Церкви. В современных церквях много таких учений, которые никакого отношения к апостольскому учению не имеют. Это учение человеческое. Человеческая доктрина. не Божия. Посмотрите в Послании Иуды, третий стих. В Послании Иуды только одна глава. Так вот, в этой единственной главе, третий стих, мы читаем о вере, преданной святым. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Вера – это то, та истина, в которую я верю. Которую я верю. Я имею веру в Бога. Я имею христианскую веру. Вот об этой христианской вере говорит Иуда, третий стих. Веру, однажды преданную святым, через апостолов, верующие в Иерусалимской Церкви, были преданы, или пребывали в апостольском учении, в учении апостолов. В современной Церкви Иисуса Христа люди отворачиваются от Библии. Нас больше интересуют методы, как построить большую церковь, как вырастить церковь, как провести крутые мероприятия, чтобы побольше людей в церковь приходили. Такова ситуация на Западе. Церковь пытается развлекать людей. Церковь просто пытается помогать людям, чтобы они чувствовали себя хорошо. Церковь пытается заниматься общественной деятельностью, отстаивать общественную справедливость. Конечно, здорово, когда мы можем наслаждаться поклонением, когда мы помогаем друг другу, когда мы стремимся к общественной справедливости. Но на первом месте должно быть учение апостолов, Божие Слово, то, что учил Иисус, то, чему учил Иисус. Не пренебрегайте учением. Не пренебрегайте истиной. Иисус сказал, «Узнайте истину, познайте истину, и истина сделает вас свободными». Мне постоянно пишут люди, которые хотят помощи, им нужна помощь. Позавчера мне написала мама, которая волнует судьба ее сына. Я сказал ей так, «Не волнуйся по поводу того, что он делает. Волнуйся, беспокойся по поводу того, во что он верит. Не пытайся изменить его дела. Попытайся изменить его веру. Попытайся оказать воздействие, оказать влияние на его систему ценностей, потому что ваши дела определяются вашей системой ценностей. Они были преданы. Они пребывали в учении апостолов, а также в общении. Они были вместе. Они решали и конфликтные ситуации вместе. Также в 1976 году я провел лето в Израиле. Я жил на кабуцах на реке на Галилейском море, у Галилейского моря, там, где река Иордан впадает в Галилейское море. Это мне было тогда 25 лет. Это было мое последнее лето неженатого мужчины. В следующем году после этого я женился. Время у меня было замечательное. Великолепно мы проводили время. Я каждый день изучал иврит. Каждый день я говорил на иврите. Я видел каждый день Галилейское море. Я плавал в Галилейском море. Я плавал в реке Иордан. Первый человек, которого я когда-либо крестил, я крестил его в реке Иордан. я видел то место, причем каждый день видел то место, по которому ходил Иисус. Каждый день. И знаете что? Каждый день я отступал все дальше и дальше в христианской вере. Я ослабевал все больше и больше в христианской вере. Я становился все слабее и слабее и слабее. Почему? Потому что я был один. Потому что рядом со мной не было других христиан. Потому что я был единственным христианином в этом поселении. В воскресенье я должен был работать. За 12 километров от меня была церковь. Но я не мог приходить туда в воскресенье, потому что по утрам в воскресенье должен был работать. Так что христиан в моем поселении не было. Я не мог попасть в церковь в воскресенье. В воскресенье да, я каждый день изучал Библию, да, я каждый день молился, да, я видел места, по которым ходила нога Иисуса Христа, но я ослабевал, ослабевал и ослабевал каждый день. Почему? Потому что был один. Невозможно удержаться в христианской вере одному. Не бывает христианства в одиночку. У меня был один друг в Швеции, пастор. Занимался он лыжным спортом. Пришли они к большому, огромному дереву. Сын говорит, папа, я не могу даже охватить, обхватить это дерево. Папа говорит, давайте кое-что помогу, кое-что покажу. Он призвал всю семью. мать двух сестер, маленького сынишку. И папа сказал, встаньте во время, встаньте вокруг дерева, и давайте все возьмемся за руки. И они взялись за руки. И тогда всей семьей они смогли охватить дерево. ни один из них лично не мог бы обнять, охватить дерево. Иллюстрация очень простая. Иллюстрация действительно простенькая, но очень точная. Ни один из нас не способен выдержать испытания христианской жизни в одиночку. Мы нужны друг другу, мы нуждаемся в друге, мы нуждаемся в церкви. Церковь сегодня в ужасном состоянии, но церковь все равно остается церковью. Христос умер за церковь. Церковь остается телом Христовым. Когда мы говорим о том, какая отвратительная бывает порой церковь, это то же самое, что сказать, вы знаете, девушка, на которой женится Христос, невеста Христова, такая дурнушка. Но не хотим мы такого сказать. И это не так. Дело в том, что в брачный день, в день брачного пира она станет прекрасной. В день брачного пира он сделает ее прекрасной. Именно так и с церковью. Именно так и с теми проблемами, которые мы видим в церкви. Но вот что, помните, вот что, не забывайте, если вы видите проблему в церкви, тогда ваша ответственность по этому поводу что-то сделать. Невозможно решить проблему, если мы не знаем даже о ее существовании. Если мы видим проблему в церкви и говорим, все, ухожу я из этой церкви, потому что там проблема, там кошмар происходит. Послушайте, если вы видите проблему, может быть, Господь через вас хочет начать решать эту проблему. Кроме того, вы часть церкви. Вы христианин, вы не можете уйти из церкви, потому что вы часть церкви. Представьте себе, что вы воин, солдат. Представьте себе, что идет великая битва. И вы говорите, я люблю мою страну. Или вы говорите, мы плохо сражаемся, мы, пожалуй, мы проиграем эту битву. А пойду-ка я домой. Как это называется? Вы не хотите сражаться, потому что другие борются плохо. Вы не хотите воевать, потому что решили, что битва проиграна. Что это такое? Разве так ведет себя солдат, который должен любить свою страну? Но мы с вами сражаемся за церковь не потому, что любим церковь. Мы сражаемся за церковь, потому что Христа любим. Потому что любим нашего военачальника, нашего генерала. Я мог бы вам рассказывать и рассказывать о тех кошмарах, которые происходят в церкви. У вас волосы станут дыбом. Расскажите мне о том, что самого сложного, самого плохого происходило с вами в церкви, и я уверен, расскажу вам что-то еще хуже. Просто потому, что я старше. Просто потому, что я мучаюсь с церквями уже много-много лет. Потому что я видел много разных церквей. Я знаю много разных пасторов. Я знаю много разных страшилок про церковь и про пасторов. Ну и что? Ну и что? Если мы плохо сражаемся, если кажется, что мы проигрываем битву, это не значит, что мы имеем право бросить оружие и уйти. Нет, Мы берем оружие, и мы занимаем наше положение. Даже если рядом с нами кто-то борется, сражается плохо. Кто-то должен поступить правильно. Кто-то должен встать за истину. Христос любит свою церковь. Если Христос любит церковь, то тем более я люблю церковь. Если Христос отдал свою жизнь за церковь, то тем более я должен быть готовым отдать свою жизнь за церковь. Итак, они были преданы учению апостолов, общению. Они встречались с церковью, они собирались в церкви. Послание к евреям 10.25 об этом и говорит. Не оставляйте собраний своих. Иногда мы можем говорить, ничего я в церкви не получаю. Ничего я в церкви не получаю. Как часто вы это слышите? Человек приходит на служение, а потом говорит, да ничего я не получил от этого служения. А что если дом загорелся? И если пожарный приходит тушить огонь, а потом говорит, ничего я от этого тушения не получаю, никакого эмоционального удовлетворения у меня от этого нет. Слушай, какое тебе эмоциональное удовлетворение? Ты огонь туши давай. Вот в чем твоя ответственность. Наша ответственность, когда мы поклоняемся Господу, заключается в том, чтобы принести что-то в церковь, не в том, чтобы что-то от церкви получить. Израильтяне приходили к храму, израильтяне приходили к ковчегу, они приходили с жертвоприношениями, они приносили что-то в служение, они приносили что-то в поклонение, они уходили с пустыми руками, они не приобретали, они теряли, они отдавали. Так вот вопрос, а что вы готовы отдать? Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok